Ребят, привет! Сегодня будет интервью с Ксенией. Мы уже с Ксенией общались, она профессионал по установке систем волос. И да, в прошлый раз вы меня спрашивали, кто у кого берет интервью, то есть на самом деле Ксения спрашивала у меня, как у человека, который носит систему волос. И появились определенные вопросы, с которыми хотелось бы, конечно, поговорить именно с Ксенией, как с профессионалом, который изо дня в день именно работает с головами, с проклейкой системы волос. И сегодня будет как раз-таки общение вместе с ней. Я задам ей вопросы. Изначально я думал о тем, чтобы сделать онлайн-трансляцию, но пока технически немножко я тут боюсь, что может это не получиться. Потому для безопасности я все-таки решил записать ее и затем уже выложить, соответственно, в онлайн. Ксения, привет! Привет! Как, слышно? Да, хорошо, как меня? Да, я тоже очень хорошо тебя слышу и рад тебя видеть. Отлично. Ты как всегда выглядишь отлично. Спасибо, я тоже. Немножко поздравляю тебя, кстати, с праздником. А, да, точно. Сегодня 23 февраля. Да, очень поздравляю. Спасибо большое. Ксения, расскажи, пожалуйста, изначально о себе, чем ты занимаешься, как давно ты этим занимаешься. И, соответственно, исходя уже из этого, мы будем строить нашу беседу. Меня зовут Ксения Попова. Мне 23 года. И я получила профильное прикмахерское образование в Питере. Потом чудом случилось так, что я попала в сферу замещения волос. И два с половиной года примерно, ну, два года у них, да, работала в Центре дизайна волос в Санкт-Петербурге. Это, по сути, насколько я знаю, такой единственный крупный салон, который занимается замещением для мужчин. Которых эта тема вот как-то вот развивается, потому что остальные есть в России, но контента, насколько я знаю, у них вообще нет. И меня там обучили всему, почему они знают, чего они знают. А насколько это, извини, пожалуйста, я тебя сразу перебью, у нас может быть небольшая разница, потому что у меня тут может быть интернет немножко подлагивать. А насколько все-таки есть разница обычной стрижки и, например, стрижки системы волос и проклейки? То есть насколько это все сложнее, чем обычное прикмахерское искусство? Наверное, если сравнить со шитьем, то это как шить, предположим, просто стандартные какие-то вещи на фабрике по обычным выкройкам и шить индивидуально для человека по его индивидуальным меркам. Потому что там нужно учитывать много факторов. Бывает, ты наверняка знаешь системы, ну, изготовлены так, что направление волос нужно регулировать стрижкой. Да. То есть фиксация – это вообще отдельная тема. То есть, по сути, наверное, только по проценту 40 – это обычное прикмахерское дело. Кто в основном приходит? То есть, какого рода клиенты, в зависимости, не знаю, от достатка, от возраста? То есть, кто в основном решается на то, чтобы носить систему волос? Потому что, ну, систему волос все-таки, особенно в странах СНГ, мне кажется, до сих пор это называют еще парик. И многие тоже от самого основного слова парик как бы нет, типа, знаешь, у них сразу отпугивает. Вот, поэтому мне очень интересно, кто все-таки приходит? Давай я расскажу сначала про Питер, потом про Сочи, потому что все-таки разные регионы, разные тут континенты. В Питере. В Питере ходят совершенно все категории. Начиная от ребят, которые работают на заводе. Ну, я общалась с теми, кто ходит, как бы, постоянно. То есть, просто мальчик работает на заводе, там, ему 20, там, с чем-то лет. Просто вот решил для себя, что пока пересадки нет, пока система. Следующая категория – обеспеченные программисты. Очень много было программистов почему-то. Конечно, я никаких имен не называю, да и это и не нужно. Но в основном это люди такие вот лет 35-40, уже застоявшиеся, хорошо зарабатывающие. Ну, пересадку то ли боятся, то ли, например, нет времени, бывает, у кого-то очень график сильно загруженный. Третье – уже пожилые люди, уже с сединой. Ну, опять же, да, тут тоже играет роль достаток. Ну, вот, например, кто-то из трешихся врачей, у кого уже облысение очень большой степени, пересадку уже делает, ну, больно, возраст, да. Да. И они носят систему сединой почти 100%. Вот, такие заслуженные уже люди. Ну, я бы даже сказала, что, наверное, молодых больше. Наверное, те, у кого уже там семья, уже застоявшаяся жизнь, им как-то уже отношение другое, спокойное. Им уже спокойно жить. И никаких дополнительных трудностей им уже не надо. А насколько это дорого? То есть, вот, прозвучало, что люди состоявшиеся, и… То есть, как дорого, в общем-то, начать систему носить и обслуживать ее? В Питере цена сейчас около 30 тысяч. В Точи цена у меня 21 тысяча. Это система и установка, да? Да, это без дополнительных доплат, это все включено, то есть, система под ключ. Система под ключ, очень прикольно звучит. Ну, да. И каждый месяц 2,400 – это перефиксация. В Питере подороже. А могут ли, как ты сама думаешь, насколько реально делать перефиксацию самому дома? То есть, например, если у кого-то, например, ну, скажем так, ограниченный бюджет, он, в принципе, может себе позволить систему, но… То есть, он хочет сэкономить, например, на установке. Или у него нет там, не знаю, времени. Ну, разные причины. Или, может быть, кто-то живет просто не в городе большом, а в местах, где, по сути, ну, физически невозможно сделать перефиксацию. Как ты считаешь, можно ли это делать самому, и насколько это сложно? И, может быть, какие-то отзывы есть, кстати говоря, от клиентов, кто пробовал так делать дома сам? Крутой вопрос, потому что как раз недавно мне написали из другого города. То есть, да, по сути, вот билеты те же самые, да, это минимум 10-15 тысяч туда-обратно. Я очень думаю над тем, как сделать людям максимально это все комфортно. Пока что я пришла к такому выводу. Если у человека уже выбрита область, то некоторые уже так делают. Они покупают систему. Многие из Москвы заказывают. Сами вырезают дома по готовой системе. И приклеивают. Затем идут в обычную прихмахерскую, к мастеру, которому доверяют. И стригуются. Вот. Это реально. Если у человека просто, ну, начинается порезение, он хочет установить систему с нуля. Вот тут уже сложно, потому что самому побрить голову и вырезать систему нужной формы, вот в этом проблема. Постричь-то можно в прихмахерской. А вот обрезать, это уже сложно. Согласен. Но могут ему кто-то помочь там из близких? Или это вот должны быть все-таки профессионалы? Теоретически все возможно. К сожалению, просто бывали случаи, когда портили люди изделия. То есть знакомым там мастерам шли, просили, на словах объяснили. Ну, человек просто не знает, да. Либо приклеил как-то криво, да. Либо при обрезании лишнего, что-то не то сделал. Там форма выбрятого участка, форма системы и клей. Да, да. И вот здесь, ты, наверное, знаешь, самое опасное место вот тут. Да, на самом деле это непросто все это делать. И я потому тебя и спрашиваю как профессионалу, потому что, ну, есть определенные моменты. Даже я, когда первый раз клеил, я, по-моему, тоже там испортил. То есть даже если ты там немножко больше подрежешь или наоборот. В общем, есть определенные нюансы, да. Еще я хотел тебя спросить вот по качеству систем. Как ты считаешь, вот насколько они сильно различаются? Вот у меня, например, спрашивают, ребята, а что если заказать систему там с Алиэкспресса, да, или что-то типа того? Да. Как ты считаешь? Я считаю, что в Китае есть несколько производителей крупных. Ты наверняка знаешь все типы основ. Основ – это тонкий силикон, плотный силикон и комбинированные основы сетка плюс плотный силикон в разных комбинациях. И я лично встречала системы и с Алиэкспресса хорошие, и с фирм, как бы официальных выпусковщиков такие плохие. Тут надо разбираться. Бывало, что с Алиэкспресса люди приносили системы такие же, как продают в крупных салонах, то есть точно такой же тонкий силикон. Тот же поставщик просто, ну, из интернета заказанная. Бывало, что с Алика приносили системы настолько плотные, что их вот так сгибаешь, а не щелкают. Ничего себе. Ну, мне кажется, может быть, это, кстати… Да, мы такие установили, и все нормально. Может быть, еще старые системы какие-нибудь, которые там залежались. Ну да, я на самом деле, я пробовал заказывать с Алиэкспресса, но на самом деле это самая худшая система, которая у меня есть. Там, конечно, ну, такое себе… То есть если есть чем сравнить, то, конечно, качество там не очень хорошее. Но, как ты считаешь, может быть, вот как раз-таки для ребят, у которых нет доступа, знаешь, вот приехать, например, в Питер или в какой-то большой город, то есть, например, где-то, я не знаю, там, на Урале или еще где-то, может быть, им как раз-таки стоит попробовать какую-то дешевую систему, купить самому, установить, чтобы вообще понять, подходит это или нет, или все-таки лучше обратиться сразу к специалисту. Пока я не забыла, можно я спрошу у тебя, ты заказываешь системы от поставщика, не через интернет, не через Алиэкспресс для себя? Индивидуальные заказывания? Я заказывал несколько штук, то есть я пока… Все системы, которые я заказывал, это были еще те заказы, там, сколько, два года назад, до того, как я еще сделал пересадку волос. Я вот сейчас как раз думаю заказать, я точнее, хотел уже заказать новую, да, но не получилось, потому что некоторые поставщики и фабрики, где я заказывал, там даже поставщики, напрямую, из фабрики я не заказывал, они из-за ковида закрылись. Вот, и теперь я как бы тоже ищу какие-то нормальные варианты, чтобы можно было, потому что меня тоже ребята спрашивают, например, где купить. Я, честно говоря, я бы, может, подсказал, но те системы, которые я покупал, я покупал в Америке систему, одну заказывал через интернет, я покупал еще там в одном онлайн-магазине, не знаю, где они на самом деле находятся, у них там несколько офисов, и одну на Алиэкспресс, это самая худшая была система, и многие из-за ковида, к сожалению, сейчас уже не работают, поэтому я уже, я сам пытаюсь найти какое-то место, где можно заказать что-то хотя бы более или менее приемлемое, чтобы вообще ребятам показать хотя бы на этой системе вот с нуля, как это вообще все происходит у меня, да, то есть как я сам подрезаю, как я все это делаю, потому что я же живу на острове, и мне-то тут точно такого сервиса не найти, то есть знаешь, чтобы был пример, но я вот пока тоже ищу какое-то место, где можно было бы что-то приемлемое купить. Есть похожий на тебя человек в Америке или в Германии, не знаю, Джейк Кент, может быть, ты на Ютубе его видел. Как еще раз? Джейк Кент. Может быть, он такой большой мужик, да? Такой рыженький. А, да, я, наверное, знаю. Он рассказывает о нем. По поводу твоего вопроса, да, установка самому себе. Да, это возможно, да, это риски. Есть риск, что люди, купив изделие, испортят его. Но у кого-то получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!